Всем привет! В этом видео я расскажу общей концепции, как можно бюджетно построить компьютер в автомобиле на базе одноплатного компьютера. У нас это будет Raspberry Pi 3. То есть какие нужно будет использовать компоненты, какой софт, операционку, чтобы все это собрать в одну кучу. И это стало компьютером в автомобиле, который способен будет воспроизводить как музыкальные файлы, так и видеофайлы, либо же это будет полноценная мультимедийная навигационная станция. Ну естественно для мультимедиа нужны будут и остальные все компоненты в машине, такие как процессор-усилитель. Для навигации нужна будет GPS-таблетка, ну в принципе любая китайская за 1000 рублей подойдет. И какая-то сборка операционной системы. Вот это наиболее такой момент с загвоздкой, потому что полноценной операционки для малины найти мне не удалось. Есть старые сборки, ссылки на них я приведу в описании под этим видео. Я сам ее еще не тестил, но она 2014 года или 2015. И честно говоря она не представляет для меня интереса. Но она есть, она поддерживает GPS-программу и приемник, и саму какую-то программу, которая способна показывать карту на мониторе. Естественно там есть встроенный плеер медиа файлов, mp3, видео файлов. Но опять же, lossless файлы есть там или нет, это вопрос. Я покажу две программы, которые я проверил лично, и которые можно использовать в качестве операционки для этого компьютера. Итак, поехали. Итак, рассмотрим основные компоненты нашего будущего компьютера, которые мы сейчас запустим. Это, собственно, сама плата компьютера Raspberry Pi, составленной флешкой и операционной системой. Это монитор 7-дюймовый ЖК. Он как бы предназначен для самой малины, из конструктора, чтобы тестировать одноплатник. Но у него используется еще такая штука, как видеоконтроллер программируемый, который я подключил вместо родного на плате. Потому что родной контроллер, он какой-то капризный к разрешениям, он может работать только на... Если на видеокарте напрямую выставлено разрешение 124 на 600 пикселей. Вот этот контроллер позволяет нам использовать матрицу с подключаемым источником сигнала в любом разрешении. Он сам его скалирует как надо. Плата тоже куплена на Алиэкспресс. Стоит она порядка 1000 рублей. И основана на микросхеме Realtek 8220, что ли называется. Китайцы, как обычно, спилили название. Но найти его не проблема. Этот контроллер может прошиваться под любую матрицу, любое нужное разрешение. Единственное, что здесь отличие, это у этих матриц, это шлейф интерфейсный, по которому они подключаются. Они бывают 40, 50, 60 пиновые. И, естественно, они незаменяемые. Ну вот в моем случае этот экран, он состыковался с контроллером. Я подобрал прошивку. Постараюсь прошивкой тоже поделиться. Точнее, архивом этих прошивок, которые идут для этого контроллера. Потому что найти нормальный программатор для этого контроллера с понятной человеческой инструкцией, это тоже то еще приключение. И я нашел такой на форуме PCCAR. Один товарищ сделал программатор на базе той же самой Arduino Micro. То есть есть прошивка, которая зашивается вот в эту вот плату Arduino Micro. К ней подключаются через три контакта ноги в разъеме D-Sub. Ну то есть мы напрямую подключаем Arduino к микросхеме контроллера и зашиваем в нее нужную прошивку для того экрана, который планируем использовать. Это... в свое время я эту штуку избежал, думал, что мне это не понадобится. Потом мне понадобилось определенное количество времени, чтобы разобраться с тем, как работает контроллер, как его запрограммировать на нужный экран и использовать уже в связке со своим экраном. Штука вот эта, кстати, тоже очень популярная. Он называется народный контроллер, который позволяет подключать, подавать видеосигнал с любого источника. Это может быть низкочастотный сигнал через тюльпан, D-Sub, через VGA, так называемый разъем монитора и VGA, ой, HDMI. И, соответственно, через всю эту конструкцию мы получаем картинку на нашей жидкокристаллической матрице. Это у меня такая изоляция получилась, чтобы оперативно вот так вот не загнуть две платы. А здесь на самой плате экрана у нас есть microUSB для подключения тач-контроллера. Здесь на матрице наклеена тач-панель емкостная или емкостная, которая и работает по стандартным драйверам как в Linux, так и в Android, так и в Windows. И вот, собственно, от него пульт управления этим контроллером. Контроллер, кстати, уже прошит специальной прошивкой, которая гасит монитор в случае неактивности. То есть для машины это очень важная вещь, потому что в стандартной прошивке этот монитор, он все время горит синим экраном и раздражает пользователя. Ну и подключим теперь наш компьютер к монитору. В качестве блока питания у нас пауэрбанк будет, чтобы не тянуть проводов от розетки лишних. Сейчас у меня установлена микросхема, о микросхеме говорю, карта памяти с залитой в нее прошивкой и программой LibreELEC. Так, достаточно свежее решение на базе Linux. Это операционная система, полноценная медиакомбайн, так скажем, который позволяет воспроизводить все, что движется. Так, я не подключил еще тач-контроллер. То есть вот это все, что я собрал и показываю, это практически из коробки работает. Загружен залитый образ на флешку. Чуть-чуть настроен был. То есть вот у нас есть интерфейс. Сенсорная панель работает. Загружается эта штука тоже достаточно быстро. С интерфейсом пока я не разобрался, как он работает. Здесь есть вкладка музыка. И нужно установить дополнение, которое будет полноценно отображать плеер музыкальный на экране. Но сама суть того, что вот эта сборка, она уже почти из коробки является отличной оболочкой для PC-кар. Здесь есть полноценный маркет для установки различных приложений, кодеков, наборов, интернет-радио. То есть есть все, чтобы использовать одноплатный компьютер в качестве мультимедийной станции. Но нужно разобраться, как работает интерфейс. Я покажу, как перезагружается. То, что меня удивило, это скорость загрузки. Вот, собственно, секунд, наверное, 15 она загружалась. Это очень быстро. Также можно подключить флешку. И сразу же в списке устройств появится флешка. Можно воспроизводить медиафайлы. Есть все системные настройки. То есть можно установить дополнение, расширение. Устанавливаются драйвера на подключаемые вот эти вот штуки. Шляпы. Которые позволяют снимать с одноплатного компьютера звук. И у меня здесь уже настроено во вкладке аудио. Вот мы видим Альса устройство Hi-Fi Berry DJ SPDIF. То есть вот эта плата, она у нас является источником, точнее преобразователем звука с компьютера на дальнейший уже, либо на усилитель, либо на процессор. И посмотрим теперь вторую операционную систему, которую я приготовил. Это Volumio. Знаменитая и покорившая мир штука. Загружается она, конечно, подольше. Блин, она загрузится сегодня вообще нет. Флешку-то я вроде ту взял. Ну, в общем, вот так очень долго и медленно она загружается. Порядка, ну, сколько там, до минуты, короче, доходит это. По автомобильным меркам это просто очень-очень много. Ура! Итак, вот сейчас. Вот так выглядит интерфейс программы Volumio, которая, ну, здесь у нас статус воспроизведения трека, здесь у нас громкость регулируется. В центре основные кнопки, есть библиотека, то есть можно сразу же подключить флешку, и в разделе медиа у нас есть флешка, можно сразу файлы закинуть в плейлист. Volumio хороша тем, что это практически готовое решение для организации полноценного медиаплеера, как дома, так и в машине. Но, повторюсь, что в машине ждать 40-50 секунд, пока она загрузится, это не очень хорошо. Для дома, да, это крутая вещь. Можно не выключать, постоянно держать ее включенной. Есть проработанный интерфейс со всеми настройками и параметрами, то есть вот эта вот штука, которую я показал, USB-карта звуковая, она подключается и в режиме plug-and-play практически начинает работать. Можно выбрать источник звука, тот, который настроен уже в системе. Сейчас подключены 2SDAC, потому что у нас подключена верхняя шляпа. Hi-Fi Berry Digi она называется. Volumio спокойно воспроизводит DSD-файлы. Есть настройки миксера, так называемый BitPerfect, когда громкость не регулируется, она всегда на максимуме идет с источника, и громкостью уже занимается процессор. Все дефолтные установки при загрузке, какой уровень громкости выставить, вот есть у нас resampling. Очень нужная, интересная вещь, которая позволяет преобразовать играемый файл, который, допустим, ну, как правило, 44 кГц, можно из него сделать даже целых 768, но это уже зависит от того, какая плата будет на выходе стоять. Но вот эта штука реально работает и помогает улучшить качество звучания в связке с хорошим цифроаналоговым преобразователем. Есть плагины, которые устанавливаются на поверх... Вот это, кстати, интерфейс Touch Display, он у нас работает как плагин. То есть по умолчанию вот этого интерфейса у Volumio нет, она подключается, ну, управляется только через либо внешний компьютер, либо смартфон. А благодаря этому плагину мы можем управлять системой со своего экрана, подключенного к HDMI и USB Touch контроллеру. Ну и разные прочие плюшки там есть по управлению сетью, системой, будильник можно сделать, выключение-включение по расписанию и так далее. То есть для дома это очень клевое решение в плане медиа-центра. То есть одноплатный компьютер с шляпой, блок питания на 2-3 ампера, 5-ти вольтовый, и вот какой-нибудь экранчик любого разрешения, который вы можете себе позволить. И, собственно, у вас готовая медиа-станция. Многие сейчас тоже хотят и пробуют поставить эту штуку в машину, но я пока не могу понять, как это поставить в машину, не имея нормального питания, остановки воспроизведения музыки с момента выключения плеера и так далее. Но для экспериментов, конечно же, эта штука может подойти. То есть бюджет вот этой вот сборки, скажем так, тысяч семь выходит. Здесь 6-7 тысяч, да, включая сам одноплатник, плату выхода, экран и контроллер. Ну контроллер можно использовать, который идет на экране стандартно, если он там есть. Просто мне для наглядности показал, что вот эта связка тоже жизнеспособна и как она вполне работает. Итак, мы рассмотрели вариант сборки бюджетного компьютера в автомобиль CarPC на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi 3 и ЖК-монитора 7-дюймового с нашего любимого Алиэкспресс. Это был наглядный пример того, какие компоненты можно использовать для построения недорогого, в то же время качественного CarPC на базе операционной системы либо Linux, либо Android. Готов делиться своим опытом и знаниями, тем, что вот с этими компьютерами уже я время проводил, некоторый опыт есть. Задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал, делитесь своим опытом и предлагайте новые темы для видео, о чем бы вы хотели узнать, о чем нужно рассказать, что было бы вам интересно. И спасибо большое за внимание, до встречи в новых видео, пока! Субтитры создавал DimaTorzok